Привет всем, с вами Надя Экт, и сегодня я хотела бы вам рассказать про Daytona Beach. Был Новый год, у меня был день рождения, и мы тоже решили поехать на пляж, провести так наш Новый год. Скажу вам сразу, что Daytona Beach достаточно популярный пляж, чуть ли не для всего восточного побережья, очень-очень популярный. В Daytona находится колледж, университет, по-моему, и там очень много молодых людей постоянно тусуются на пляже. Ну, он, как бы, сама территория достаточно большая, есть северный, есть южный, и вот мы сейчас более-менее на южном побережье, там более такие семейные отдых, какие-то такие пожилые пары, ну вот так. В принципе, как бы, всем места хватает, очень много здесь территории, довольно красиво. Посмотрите, какие широкие у них тротуары, постоянно здесь люди катаются на велосипедах, постоянно видишь скейтбордистов с собаками, очень даже все симпатично. Тоже есть магазины, большие, маленькие, мороженые какие-то, все здесь очень симпатично. Покупать карты вам обычно не надо, будет вам, будет у вас такая вот карта со всеми аттракционами. В принципе, здесь все вам показано, сказано, какие-то рекламы по краям, все это есть. Ну и с другой стороны, там тоже вот аттракционы, и в принципе здесь потеряться очень трудно. Вот они всегда какие-то, то есть все какие-то карты, которые вы покупаете, не беспокойтесь, если у вас не будет интернета или не будет каких-то знаний о территории. В принципе, все это на карте, они все бесплатные, их всегда можно везде найти в магазинчиках, в центре Visitors. Ну, самое клевое это то, что по пляжу можно водить машины. Я, конечно, понимаю, что, наверное, в России это нормально, но в Америке только определенное количество пляжей позволяют водить машину по песку. Ну и тут, конечно же, все так очень порядочно, вот эти вот голубые, как они называются, столбы из списка торчат, это все парковочные остановки. Вот только там можно парковаться, вот, а так, в принципе, нигде нельзя. Ну, так, когда видели, некоторые люди купались даже. Это все отели, по-моему, несколько есть там апартаментов, где люди живут, но, в принципе, в основном это отели. Билеты постоянно можно заказать и в интернете, то без проблем. Ну, и, конечно же, вождение на пляже. Смотрите, как все один за другим едут, и никаких тут бешеных скоростей здесь нету. Все нормально, упорядочено, и тоже в спид-лимит это ограничение скорости 10. И сами понимаете то, что больше этого лучше не рисковать, не ездить, потому что, опять же, ездит патроль и дает всем тикеты. Поэтому не нарушайте правила дорожных движений, так как бы самим безопасно и прохожим безопасно. Ну, зачем вам это надо? Вот, а так, в принципе, все красиво, чайки. Ну, чайки, конечно, американские, здесь не такие. Море, тоже голубая вода, все так очень красиво. Вход на пляж бесплатный, въезд на пляж бесплатный, это все очень-очень хорошо. Ну, и вот такие вот, вот у этого здания можно выехать, и вы обратно выезжаете на дорогу. То есть, а можно ехать-ехать по всему пляжу, а можно выезжать на дорогу. Ну, вот, в принципе, так. И здесь все очень близко, все очень красиво, хоть по пляжу ходите, хоть по тротуару. Достаточно такое хорошее, приятное место, рядом тоже ресторанчики, и все-все-все здесь есть. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!